На трассе Ялта-Симферополь, как на ладони, конкурентные преимущества Крыма. Море, горы, виноградники. Полуостров – точка соприкосновения экономик России и Украины. Летом градус экономического сотрудничества особенно высок. Урожай винограда в этом году созреет хороший, к сентябрю. А вот недвижимость растет независимо от сезона. 700 миллионов долларов иностранных инвестиций в год. По данным правительства Автономной Республики, этот золотой дождь удобряет в основном отели, пансионаты, жилые дома. На южном берегу Крыма в 19 веке граф Ришелье построил первый доходный дом. Сегодня в Гурзуфе российские инвесторы возводят целый микрорайон. Пять многоэтажек на полутора гектарах земли. До моря 300 метров. Первый дом уже сдан. Квартиры куплены. От однокомнатной до пентхауза. 80% покупателей – москвичи. Крым, по большому счету, невзирая на то, что это часть Украины, мы это понимаем, но традиции здесь остались пророссийские. Основная масса говорит на русском языке. Даже та неразбериха, иногда присущая здешним местам, она точно такая же и в Москве. Новые газа и водопровод, электростанция, котельная, подъездные дороги. Инвесторы вкладываются во все это, чтобы жилой комплекс удовлетворял интересы не только покупателей с деньгами. Цена квадратного метра доходит до 3000 долларов. Муниципалитет тоже имеет свой интерес. В бюджетах, как всегда, на инфраструктуру денег много не бывает. Чтобы заинтересовать инвестора, власти Крыма продают так называемое право аренды земельных участков. Взяв землю в аренду, построил на ней какое-то строение, дом или другое что-то, значит, он может ее выкупить. Выкупить по экспертной оценке. На Южном берегу рыночная цена сотки земли 40 тысяч долларов. А земельный кадастр на полуострове еще не готов. Без этого документа трудно контролировать строительство недвижимости и дорог. Между тем, в Крыму создали частно-государственное общество для привлечения инвестиций в развитие западного побережья. И задумали новый южно-европейский транспортный коридор. Краснодарский край, Крым, Херсон, Западная Украина и Европа. Автогрузы и транзит легковых машин, он будет все время возрастать. Потому что бежать вокруг Азовского моря достаточно далеко. А с учетом того, что Олимпиада тут движется, для нас это тоже большое подспорье. Первым этапом будет Керченский мост. Верховная Рада уже утвердила проект. Через пролив пройдет железная дорога, автомагистраль, газа и нефтепровод. Россия и Украина совместно привлекут около миллиарда долларов. Срок строительства два года. Осталось подписать межгосударственное соглашение и найти частных инвесторов. Алексей Меленьков, Дмитрий Макарин, РБК, Крым.